Валерий Седов Практику работы семейного центра мы будем тиражировать в районах. Пока что работают выездные бригады, но создание филиалов на местах – дело времени. Об этом заявил губернатор Павел Малков, посетив рязанский многофункциональный семейный центр, который открыл свои двери с 23 января. На одной площадке собраны специалисты соцзащиты, МФЦ, юристы и представители службы занятости. У кого этот центр сегодня востребован, больше всего расскажем далее. К первому визиту губернатора в многофункциональном семейном центре на электрозаводской 52 без очередей. У каждого посетителя свой специалист, причем на первом этаже принимает людей и с ограниченными возможностями. В одном месте теперь саккумулированы практически все виды помощи. Здесь есть специалисты соцзащиты и службы занятости, открыто новое юридическое бюро и, разумеется, МФЦ. Для семей участников СВО отдельное пространство, есть даже свой психолог. В предоставлении услуг населению, по словам Павла Малкова, власти работают последовательно. Сначала у нас появились многофункциональные центры представления услуг, потом появились такие же центры для бизнеса, появились центры занятости. Мы сейчас вот с вами находимся как раз в центре занятости, который тоже работает по принципу одного окна. А теперь вот появился еще многофункциональный семейный центр, где можно получить услуги, находясь в какой-то сложной жизненной ситуации для многодетных, для семей, участников СВО, многое-многое другое. То есть сюда можно обратиться с любым вопросом и точно рассчитывать, что здесь помогут и подскажут, что сделают в той или иной ситуации, и даже предложат и реализуют конкретные решения. Многофункциональный семейный центр работает всего две недели, но уже сейчас здесь можно подбить небольшую статистику. Количество обращений уже исчисляется сотнями, и если вначале это были робкие попытки найти совета, то сейчас полноценная поддержка, вплоть до межведомственного взаимодействия. В центре рассчитывают принимать до 20 тысяч человек в год. В основном обращаются сейчас более всего людей, это с юридической помощью, и также оказание соцподдержки населения, льготы, ЖКХ, детские пособия. За две недели, тот период, который мы проработали, более 200 людей. Из них 300 звонков у нас было, и 50 из них уже из Рязанской области. Ряжский, Шацкий, Сасовский жители этих районов звонят сегодня чаще всего. Пока что для них предусмотрена выездная модель центра, но открытие филиалов уже не за горами. Как заявил Павел Малков, после согласования с муниципальными главами, такие МСЦ откроют и в глубинке. Эта практика стоит того, чтобы ее тиражировать. И сегодня же на правительстве Павел Малков поручил главам администрации найти помещение для создания районных филиалов семейного центра. Кроме того, речь на заседании регионального Кабмина снова зашла об управляющих компаниях и завершении ремонта на Северной окружной. Услуги многофункционального семейного центра в Рязанской области, особенно в отдаленных ее районах, сегодня самые востребованные. В Клепиковском районе, например, социальный десант специалистов вызвал небывалый ажиотаж. Наверное, поэтому выездная модель должна срочно превратиться в стационарную. Главы на местах должны быть к этому готовы. Я глав администрации уже просил помогать в организации выездных мероприятий этого центра. Теперь прошу оказывать содействие еще и в создании стационарных отделений центра. Нужно подыскать помещение подходящее, помочь по всем вопросам. Я думаю, что сегодня, Наталья Валентиновна, все вам начнут обрывать телефон. Поэтому, коллеги, хороший проект для людей, конечно, нужно его дальше тиражировать. А вот плохую работу управляющих компаний тиражировать не стоит. В топе жалоб на их работу целый ворох обращений от жильцов дома по улице Зубковой, 25, корпус 3. После обрушения технического этажа в апреле позапрошлого года через плиточные стыки сегодня вода ручьем идет в квартиры. Техническая экспертиза пришла к весьма неожиданным выводам. И жалобы на дополнительные сборы стали их следствием. Экспертиза показала, что допущены нарушения при строительстве многоквартирного дома. А дом, вот в эксплуатацию, 1984 год. Собственники провели общее собрание с участием администрации. В порядке софинансирования были проведены работы по ремонту. Общая стоимость работы обошлась в 6 миллионов. Собственникам необходимо было собрать всего 5 процентов. Это 303 тысячи. Вот об этом собственники нам говорят, что в платежке появился разовый платеж на ремонт крыши. Капитальный ремонт крыши запланирован только в 29 году. Поэтому это был единственный выход сиюминутно устранить такую вот ситуацию. С 27 мая по 30 июля движение по северной окружной дороге будет снова ограничено. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун. Прямо сейчас на северке в районе расширения дороги обустраивают насыпь и перестраивают сети. К основным работам подрядчик приступит в конце весны, когда будет по суше. Мы хотим завершить асфальтобетонные работы до 30 июля по основному ходу. Впоследствии продолжим выполнять работы по благоустройству. Это и тротуары, и пешеходный тротуар, это велосипедная дорожка, и надземный пешеходный переход, и, конечно, благоустройство. Работы по контракту необходимо завершить до 30 октября. У меня большая просьба максимально эффективно организовать работы на этот период, для того, чтобы люди видели, не как раньше, что работают с 9 до 5, или с 9 до 6, да еще в одном максимум двух участках дороги. А что действительно мы используем это время по максимуму. Да, есть определенные неудобства, но работы идут. Еще одна стройка. Школы в микрорайоне Олимпийский тоже идет по графику. В июне уже будет проект, срок окончания июль следующего года. Эту тему возьмут еще и на депутатский контроль. С февраля меры социальной поддержки проиндексированы на 11,9%. Речь идет о выплатах, которые предоставляет региональное отделение социального фонда. Сам коэффициент индексации утвержден постановлением правительства страны по данным об уровне инфляции. Материнский капитал снова стал больше. С февраля. Его проиндексировали на 11,9%. В рублях это чуть больше 62 тысяч. Общая сумма теперь 586 тысяч 946 рублей. Ровно такую же сумму получит семья, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года. При условии, что родители еще либо не оформляли, либо не использовали сертификат. Повышенный маткапитал тоже проиндексирован на внушительную сумму. 82 с лишним тысячи. Хорошие новости даже для запасливых семей. Если они до сих пор маткапитал не потратили, сумма тоже будет проиндексирована. Субтитры создавал DimaTorzok и ежемесячная денежная выплата, или ЕДВ. Сейчас в Рязани области ее получают 228 тысяч жителей из числа федеральных льготников. И здесь тоже есть интересный момент. Индексация коснулась не только самой выплаты, но и соцуслуг, которые входят в ее состав. Если, конечно, не попросили заменить их на денежную форму. С 1 февраля стоимость набора стала чуть больше 1400 рублей. Сюда входят лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Путевка на санитарно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном транспорте к месту лечения. А еще стало больше и соцпособия на погребение. С 1 февраля оно составляет 7 793 рубля с копейками. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова найдено решение, которое позволит всем мамам, независимо от дохода семьи, получать единовременную выплату из бюджета. Ключевое условие одно. Ребенок должен быть рожден на территории нашего региона. Об этом написал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на своей странице в соцсетях. На заседании правительства Рязанской области рассмотрели порядок предоставления региональных выплат при рождении детей. Теперь рязанцы будут получать от 20 до 50 тысяч рублей за рождение детей вне зависимости от социального статуса. В течение первых трех месяцев после рождения ребенка нужно будет обратиться в любой офис МФЦ с заявлением. Обычная выплата составит 20 тысяч рублей. Если родители моложе 25 лет – 50 тысяч. Выплата теперь предусмотрена на каждого рожденного ребенка в дополнение ко всем действующим мерам поддержки. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького в этом году отметит юбилей. Выставка «165 лет на службе науки и просвещения» ознакомит с историей формирования фондов крупнейшего книжного хранилища региона. Экспозиция охватывает период от торжественного открытия Рязанской публичной библиотеки в 1858 году до наших дней. На выставке представлены уникальные экземпляры иностранных и отечественных изданий XIX-XX веков, среди которых первые книги Рязанской публичной библиотеки, экземпляры из книжных собраний национализированных помещих, усадеб, ликвидированных общественных и образовательных учреждений губерний, военных библиотек, пополнивших фонд после Октябрьской революции, издания, полученные в результате книгообмена с другими библиотеками, а также коллекции, передаваемые Горьковке в дар по сей день. Мы старались на ней показать, как за весь период ее истории формировался ее фонд, потому что фонд – это сердце библиотеки, главное – ее ценность. На выставке у нас представлено порядка 50 изданий, редких изданий из фонда библиотеки. Это книги XIX и XX веков, и все они попали к нам в фонд разными путями. Какие-то были подарены в еще неоткрытую библиотеку, какие-то поступили к нам в результате книгообмена уже в более поздние годы, какие-то были выведены из национализированных помещев, усадеб. Особый раздел экспозиции посвящен исследовательской и издательской деятельности библиотеки, способствующей раскрытию и популяризации ее фонда. Книжную выставку дополняют копии архивных документов, иллюстрирующих историю развития библиотечного дела в Рязани в XIX-XX веках и фотографии, отражающие повседневную жизнь библиотеки в 1920-70-м годах. Многие из них экспонируются впервые. В Рязани благоустроят Площадь Победы и пешеходную зону на Малом шоссе. Сумма контракта – почти 33 миллиона рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок. Деньги заплатит Управление благоустройства города. Подрядчик обязан будет провести демонтажные работы, в том числе снять асфальтобетонное покрытие, расчистить территорию, отрегулировать высоту колодцев, установить видеонаблюдение и освещение, а также озеленить территорию. Здесь появится двое качелей, три навеса со скамьей, 45 ограничителей парковки, 8 поворотных стульчиков, 13 скамеек со спинкой и 5 без спинки. Срок окончания работ – 1 сентября. Сегодняшнее утро встретило рязанцев таким долгожданным солнцем. За эту зиму солнечных дней было немного серой, бесснежной пейзажей, и слякоть практически стали визитной карточкой всего сезона. Поэтому и легкий мороз, и солнце не могут не вызвать улыбку. Какой погода будет на этой неделе, по мнению синоптиков, расскажем далее. В предстоящую неделю в регионе ожидается высокое атмосферное давление и солнечная погода при отсутствии осадков. Причем второе – это следствие первого. Антициклональное поле практически до конца рабочей недели обуславливает и то, и другое. Это означает, что к середине недели очень велика вероятность ясных дней, то есть появление солнца, которого хотелось бы побольше после достаточно мрачного января. Во вторник и среду, 7 и 8 февраля, дневные температуры будут на уровне минус 5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус 15. Затем мы переходим на более теплую северную периферию циклона, и там будет немного чувствоваться тепло, которое приходит с севера. Ночные температуры станут порядка минус 5, минус 7, а дневные подтянутся ближе к нулю, но пока с отрицательной стороны, где-то минус 1, минус 3 градуса. Синоптики сообщают также, что осадки прогнозируются лишь к концу рабочей недели. По-настоящему зимняя погода, определенная антициклоном, температурный фон соответствует усредненным характеристикам. Постепенное изменение погоды ожидается со среды, 8 февраля, когда регион окажется в теплом секторе антициклона. В ночь на среду ожидается до минус 7-12 градусов, днем минус 2-3. В четверг, 9 февраля, дневные температуры будут стремиться к нулевой отметке, поэтому с четверга начнется оттепель. Дневные температуры составят 0, минус 2 градуса, ночные – минус 2, минус 5. В конце недели синоптики ожидают снегопадов. Сугробы подрастут с 29 до 33 сантиметров. К 11 февраля североатлантический циклон принесет снег. Ветер будет северо-западный, западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова